И снова здравствуйте, всем привет! Итак, пока есть настроение, вроде бы как бы запал, да? Давайте теперь разберёмся, как сделать им диалог. Итак, мы имеем лошадь с анимацией, осла с анимацией, имеем двух персонажей с трясучкой, как таковой анимации, в принципе, у них ноль. Что нам нужно сделать? Нам нужно теперь осла, значит, включить, где осёл просто стоит, вот этого персонажа, который сидит, залинковать на него, потом добавить лошади, значит, просто где она стоит, там, головой кивает, другую анимацию, да? И заставить этих двух персонажей потом болтать. Так, давайте в этом ролике сначала подготовим, наверное, вот эти файлы, а анимацию уже потом в следующем ролике сделаем. Ну, где-то так. Если получится, если сейчас дело, это дело как бы пойдёт, то продолжим. Если чуть-чуть затянется, как бы, вот этот процесс всего поиска, замены, то тогда будем уже делать, буду, следующий ролик. Так, займёмся сначала, давайте, простеньким, это ослом и нашим персонажем. Как это дело можно обыграть? У нас есть сцена, открываем, это значит, сцена будет первая. Так, находим, где у нас, так, я лучше вот так буду находить. Значит, опять же, стерегает, ага, главные герои запада, и у нас находится первая сцена. Смотрим, как всё это дело закружилось, завертелось. Смотрим, опять же, вспоминаю. Вот опять же, я вспоминаю, кто у нас тут подрик. Так, осёл линкованный. Персонаж у нас, значит... Персонаж подрик. Блин, какая радость! Вот этот самый оптимальный момент, когда мне это нужно, да? Значит, что мы имеем? Осёл у нас, видите, просто стоит, всё нормально. Ничего нам линковать не надо, мы сейчас просто работаем с главным персонажем. Вот. Но такая же штука не прокатит с тем персонажем. Почему? Потому что там у нас лошадь по пути, значит, идёт, и путь привязан к лошади. Придётся тому персонажу делать отдельно. Этому персонажу, пожалуйста, сейчас мы замутим. Мы выбираем, значит, нашего персонажа. Хорошо бы, конечно, ему цветность отключить. Ну, надеюсь, вам будет интересно смотреть не в таком варианте, а в таком. Вот так будет полегче для моего ноута, да? Итак, выбираем нашего персонажа, заходим в постмод, и, значит, что нам нужно сделать? Диалог будет на месте, движений не будет, в принципе, никаких по пути. Нам нужно выбрать вот этого персонажа, сделать английскую, а найти его полностью анимацией. И, значит, удалить все анимации, кроме первой. Так, теперь выбираем только площадку, потому что это, значит, рик с Миксама, не мой. Если бы был мой, я выбрал бы только тазовую кость, и за тазовую кость всю эту тяну. Но это кто смотрел, и кому эта информация вообще пригодится, каким-то боком, да? Так, теперь смотрите. Отключаем H, значит, нашу землю. Землю мы, как, Alt H, если что-то исчезло, вернем. И, значит, зайдем в Object Mode, и нам понадобится вот эту землю всю H скрыть. Небо, H, английское, скрыть. И сейчас, раз будем делать такой момент, сделаем, включим скрин каски, чтобы вы увидели, что я буду нажимать. Так, выбираем, значит, у нас рик, заходим в Post Mode, выбираем G, садим нашего персонажа на нашего вот этого вот осла. Значит, так, теперь что он должен сделать? Он же остановился, он так ноги держать не может. Он их по любасу как-то, ну, прослабит, да? Правильно это или нет, но я буду делать именно в таком духе. Так, теперь G. Колени мы это дело все подтянем. G, чуть-чуть ноги на развес ему пустим. Так, это вот хорошо, но есть одно но. Так, тройка на нампаде, единица на нампаде, значит, чуть-чуть еще приподнимаем, потому что, ну, сильно они в осла проваливаются. Ну, расслаблены. Все, запомнили, ноги расслаблены. Так, вот это рука. R должна держать по любасу нашего вот этого перса. Так. Давайте опять заниматься сгибанием пальцев. Семерка на нампаде, значит, R мы их подгибаем. И вы видите опять, какая получается кака. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Значит, каким образом? Значит, сделаем так. Так, семерка на нампаде. Почему? Потому что данный палец тянет этот палец, тот этот палец. Ну, ничего. Ну, ничего. Это ничего. Это бывает. Это еще мелочи. Вот, когда начинается какая-нибудь глобальная сцена, там уже мама, не говорится, не горуй. Это все нормально. Вот эти вот пальцы поджимать каждый раз. Как раз есть библиотека POS. Она, в принципе, помогает. Есть драйвера, которые помогают, значит, вот эти вот анимации быстро подставлять. Я показывал в роликах, но я ими не пользуюсь. Не хочу я время тратить на них. Хотя, возможно, бы они ускорили какую-то работу. Ну, ничего. Спешить мне некуда. В России мы совершенно свободны, да? Времени у нас валом. Так, теперь, значит, поправляем вот эту штуку. Так. И вот у нас тут яркий палец такой. Такой вот палец у нас, значит, с изгибом. Пускай будет, да? И этот тоже такой же с изгибом. Так, эту руку мы обязательно, значит, что вот. Видите, что мне здесь, как это некрасиво выглядит. А ну-ка, R. И вот этот палец можно тогда поближе к этому подправить. Ну, в принципе, рука нормально согнута. Вы видите, что где-то я чего-то недоделываю. Почему? Потому что, ну, нужно экономить время. Это уж, если не экономить время, тогда получится, что тяжко будет, да? Так, раз. Локоть G выводим. Поджимаем, опять же, по прошлому моменту. И вот вы видите, что у меня здесь вот это вот, у гражданина вот такая ломка здесь. Это вот сделал, значит, миксама. Когда он вставился. Перевязать сейчас я этот не могу этого персонажа, потому что он у меня улетает и его разрывает. Почему? Ну, потому что менялись, значит, положения его. Так, теперь смотрите. Вот эта рука у нас более-менее, значит, как бы согнута, да? Кривовато там это. Ну, в анимации, в общем плане, я думаю, что этого незаметно. Я выбираю только вот эти кисти руки. Сначала прописываю А и прописываю полностью вот эту позу. И теперь, значит, выбираю только кисть руки и отвожу это дело куда-нибудь в бок и прописываю только и кисть. Так, теперь G я ее уведу на задний план. И если мне нужно будет, я буду отсюда брать и вот это потом вставлять. Так, английская А. Смотрим, тут наложился кадр. Видите, что вот эта пляска. Теперь этот кадр мне нужно удалить, а этот G перетянуть на первый кадр. Так, все. Это у нас, значит, кисть левой руки. Правая у нас тут присутствует. И теперь, что мы можем сделать. У него идет разговор. Значит, так. Как мы это дело обыграем? Значит, мы обыграем это дело вот так. Раз. G. Рука у него еще будет тут пока. Вот так вот. Так, значит, у него плечо припущено. Локоть у него отведем. Так. G. Рука лежит где-то вот тут у него пока. Он же как бы остановился, да? И, значит, прописываем А. И это будет нулевой кадр. Так, опять же. G. Почему я оказываюсь на нулевом? Так, это будет вот такой первый кадр. Теперь, чтобы писать разговор, нам нужно что? Нам нужно знать хотя бы, что он будет говорить и с каким интервалом тот будет отвечать. Так. Открываем, значит, сценарий. Так, сцена первая. Диалог главного героя и человека в повозке. Подскажите, это дорога на Ветроу, да? Значит, это раз, два, три. Нормально. Его только выбираем, и там будут паузы. Как бы это обыграть интересно, да? Но, допустим... Давайте сейчас на десятом кадре. Быстро нам тут ничего не надо. Так, он перекручивается. Теперь, значит, R, G. Видите, что у него тут со шмотками что-то происходит. Надо будет это смотреть, потом тестить. Так, выбираем вот эту руку. И делаем Alt-G, Alt-R. Так, теперь, значит, G, R. Рука показывает ему, мол, стоять. Плечо вперед. Голова, семерка, R. И на него куда-то он смоет. Просто я тут сейчас не вижу, значит, где именно он будет там. Подгоним, да? Как-нибудь вот ракурс подставим. И, значит, открываем ему рот. А, и прописываем покадровку. Следом выбираем пятый кадр. Тут уже событие, значит... Рука поднимается выше, R. Опять же, создаем какое-то движение, чтобы он, ну, мол... Там что-то E такая, значит, у него происходило. И, значит, R. Закрываем рот. А, E. И, локрут. Так. Ну, здесь мне... Что ещё понадобится? Мне понадобится... Создать ему моргание. Значит, R. Или даже... Подождите, давайте сначала раскидаем разговор. А потом займёмся уже глазами и мимикой. Так. Вот здесь вот... Видите, мне бы хотелось, значит, на... 20-м кадре сделать ему G. Чтобы он... Руку перекрутил. Вот так вот. Так. Немножко подсогнул какие-то пальцы. Ну, вот так это дело произошло. Так. Теперь R наклоняется. А вот это вот плохо работает. Видите, у него... Желательно другими костями, только не шейными, работать. Так. Есть тоже в Риге Миксама немножко неудобных настроек, да? Вот, которые бы я изменил бы. Так. Так. А этот палец мы сгибаем. Поправляем палец немножко с вывертом, да? Ну, так вот. Сейчас по нашей шляпе. Так. R. Перекручиваем палец. И, значит, вот эту фалангу тоже... Опа! И вот эту фалангу тоже поправляем. Угу. Так. Раз я не могу ему руку выше поднять, потому что тут, значит, это катастрофа какая-то, значит, я сделаю ему немножко... Так. Ctrl-Z. Я ему сделаю немножко такой, как бы, перекрут, да? Чисто под ракурс делаю, без разницы там, как, чего. Вот так он будет смотреться. И тогда... Ну, шляпу он не будет, значит... Так, шляпу он не будет, он просто, я знаю, давайте чуть-чуть подтолкнет. А, и прописка. Шляпа немножко, значит, у него... Опа! Сдвигается. Ну, это дело помогает. А ну-ка, это уже на 30-м кадре. Так, выбираем шляпу, выбираем R, перекрутку, подсаживаем немножко шляпу, ну, чтобы он персонажа видел, да? Они там, никто... Небо там, то еще что-то, пыль. Ну, чтобы нормально это все было. А, и прописка. Так, и вот здесь, как говорится, не верю, да? Так, R. Кисть еще больше перекручивается. И локоть, так, это локоть чей? Вот он, его локоть, G. Еще так вот боком становится. Так, этот палец, ну, что он будет торчать, да? Так, раз. Ну, как бы так бы. А, и прописка. Так, немножко G пониже. Так, оп. Так, и раз он сидит на коне, так, в чем тут сейчас шляпу сделал? Ну, шляпу там поправил. Пускай на сороковом кадре он руку уберет. Ну, чтоб он ее убрал. Первый кадр, английская A. Выберем первый кадр, Shift D, и перегоним его на сороковой кадр. Так, ну, теперь сороковой нужно немножко, опять же, подкорректировать. R. Перекрутка. Так, G. Доводим плечо. Перекручиваем немножко грудинку. Так, рука пусть лежит. Он подмышками подтянул, надо это будет дело потом переделать. Так, немножко, значит, ему веки опустим. Ну, что ж, он, как говорится, человека напугает, да? Вот так вот. Моргать может, но это потом, да? Так, есть такое дело. Так, и делаем, ну, разговор. А, и... Потом сорок пятый R. Меняем, ну, значит, фейс лица. А, и... Так, и вот эти, значит, можно shift D на весь базар O, да? Shift D. И немножко растянем. Это слишком быстро он болтает. Получается, диалог у него где-то должен составить... Ну, секунд, наверное, 20, да? Ну, как раз вот до 150. Так, маловато. Многовато, точнее. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. М-м. так теперь делаем r еще раз вот закрываем прописываем и так и и значит что он куда ты сможешь там а ну-ка смотри на гражданина так семерка на нам поди р голову переворачиваем так раз на коня он так смотрит подписываем и английскую так вот здесь вот тоже значит 7 кадр тоже поворот опять же создаем какую-то движуху потому что но не может гражданин просто сидеть болтать и до маловато так что-то двигаться вот осел молодец стоит все нормально и осел то двигается до а у этого персонажа у нас движухи никакой не создается смотрите выбираем ноги выбираем тазовую кость и и значит раз так оп а и прописка так здесь осел нагибается и персонаж должен уйти вперед да а и прописка так 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 это значит g ставим на канал на на кадр который проскочился до здесь что-то нормально 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 а так вот этот кадр g переводим сюда так так здесь он должен чуть-чуть опуститься еще ниже а ноги допустим приподняться доказ так это скольжение а ну-ка что тут один кадр уберем дилит так тут он тоже немножко значит идет вперед за ослом потом раз здесь он чуть-чуть значит назад и чуть-чуть как бы приподнимается он создается вот эта движуха что он на осле сидит да вот он дергается он опа опа так тут тоже можно немножко и движуху создать так и ноги обязательно ноги а и прописка так ну потом можно еще осла будет дописать ладно так это проходим все вроде бы нормально все он болтает так так тут у него что у него и и прописываем тазовую кость так и где-то на пятьдесят восьмом тоже значит и и прописываем тазовую кость вот чтобы малма вот это трепыхание движуха создавалась так здесь вот начинается какая штука здесь тридцатый кадр а рубку он опускает на тридцать первом да так вот это значит расширим джи на тридцать пятый это будет сороковой опускается рука все нормально ну такая создается болтовня значит он спрашивает это ли дорога на венроу так если при анимации будет использоваться значит для съемки восьмерка ну затылков до разговор будет сниматься то тогда у нас все будет нормально так это у нас получается 140 кадров по двадцать пять раз два три четыре так это получается пардонте двадцать пять 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 двадцать пять так четыре кадра на стол кадров так четыре секунды на 100 кадров это получается у нас 140 получается 4 8 секунд да ну посмотрим можно будет растянуть потом это еще будет шлифоваться и так он спрашивает подскажите это дорога на венроу потом нет парень впереди город дать вот этот этот длиннее должен говорить и у этого должен длинный разговор быть да и чтобы потом не делать много кадров чтобы вот много кадров не делать будем показывать его как то но опять же не хочется много крупных планов да и вот тут в принципе вот этого и достаточно будет просто нужно добавить ему еще вот этих кадров с задержкой допустим он где-то он будет молчать его не будет видно потому что я его буду снимать сзади вот так так и теперь значит делаем севд так и теперь значит делаем севд и так далее добавить там все то это заиграет пока нужно раскидать значит вот эту вот сценку так будем коня сюда закидывать значит с тем персонажем так ну будем считать что набросок готов да начальное все вот он раз там обращается туда-сюда разговор идет идет так и где он тут а я я я я и подождите control z вот у меня косят не проверил сейчас был бы шиздец а и тогда вот где он тут начинает так вот эти вот выбираем кадры и им делаем севд так мотаем чтобы потом накладки не было сто тридцать пятый это будет сто сороковой тут у нас получается двести пятый шрифт d здесь будет у нас двести десятый ну как то так то и вот 280 кадров в принципе для разговора я думаю должно хватить так только нам нужно будет поменять какие моменты это уже персонажа я буду менять на того персонажа когда тот будет болтать я буду этого уже в сцене переписывать делаем alt h возвращаем так заходим в обзор мод alt h возвращаем все вот это в сцену здесь он значит стоит и пусть когда это стоит сохраняем эту сцену делаем файл с с главный герой это получается сцена пятая будет шестая разговор так сохранили есть такое дело теперь нужно подготовить лошадь и того персонажа тут будет послаждение открываем значит open файл находим где у нас индийский конь значит рик так лошадь же будет стоять ну давайте откроем лошадь сейчас чем придумаем а не это так не это не это вот это вот так здесь нет нашего персонажа мы его добавим но я сейчас хочу еще что сделать нужно заменить вот эти анимации вот этой лошади как мы это все сделаем мы откроем open don't save найдем где у нас находится все анимации лошадей так находим там 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 а бвгд и клмн и новый конь и значит делаем большую эту штуку такую конь пасется конь для посадки ногами рысь бег прыжок кувырок вот конь на привязи да open открываем так вот у нас здесь анимация заходим в пост мод выбираем все вот эти вот покадровки делаем так скопируем все анимации попробуем зайти теперь бериком хорс тянет бричку третья часть донцы выбираем нашего коня таймлайн заходим пост мод и делаем control в такая штука не прокатывает до так это не есть будет пробуем другой вариант так на привязи мы вот этого коня значит файл экспорт формат колода да и десктоп и сохраним так теперь значит файл открываем нашу где он тянет бричку донцы открываем и смотрите пробуем значит путь удаляем у нас остается значит персонаж с анимацией только да так отключаем колесам н значит дел не тут драйвера вот этот драйвер дэвид драйвер ну чтоб они не крутились и тут тоже права кнопка мыши дэвид драйвер так теперь файл импорт колода да и находим десктоп находим этот файл ждем когда он загрузится ну вот видите как он сохранился до семерка на нампаде а ну ка р g подставим так тройка на нампаде выбираем значит рик нашего пера выбираем вот этот рик и выбираем вот этот рик и делаем контролл л линк анимешин дэйт так все этот конь нам не понадобится но с него вот этот бон так вот эти боны это чьи боны так у моего закрыты значит вот этим можно удалить это с того коня вот они видите точки нам лишнего здесь не надо так теперь что у нас получается раз этот закрываем открываем только таймлайн выбираем наши кости заходим в пост мод английская а и вы видите что нифига тут не высвечивается фрейм а у все нету этих анимация есть но кадры куда-то видите посвалили так маркеры джамп так есть короче есть такое дело мы зайдем сейчас раз а ну и английская и 50 и и и когда я начинаю прописывать анимации значит коню у меня исчезает анимация так ну и мать и хай она стоит да нужно только подправить вот эти вот подпруги так а смогу ли я их переписать а ну-ка так джи как то так и прописка да и вот теперь получается что у меня вот этот ремень а ну-ка альт джи альт р и прописка а ну-ка так ну внимание может на лошадь сильную не будем обращать да только вот этот вот и прописка с и в д сзади этого не будет видно я думаю должна прописаться а а джи альт р так вот это уже не хочет да а ну-ка дэлит а джи альт р а я я я я я я ремешок ты мой ремешок да джи а джи альт р а джи альт р джи альт р а так это будет джи а да видите что есть неудобство но переписывать полностью вот эту повозку я могу заменить вот это все закинуть значит другую другой кадр и так по хорошему бы сейчас сделать еще один файл до с лошадью который вот будет допустим полностью прописана анимация и добавить опять эту телегу но это гемор это трата времени можно немножко конечно под заморочиться и вот это лямку подогнать и потом обыграть это дело так чтобы меньше ее было видно можно с задницей вот так вот разговор то будет вот так идти и нам понадобится просто чтобы лошадь ну как бы двигалась да смотрите так она тут двигается лошадь вот конечно лямку вот надо еще видите подправить потому что это будет в кадре все видно так r джи припускаем уводим ее вниз прописываем только ее коня переписывать нельзя вы видите что теряется значит анимация да значит тут этот кадр делит этот кадр а ну-ка джи опускается наша вот эта подпруга или как ее называют да и она по всему кадру вот это вот мне не интересно да всю ее менять отдельно ну все тут вроде бы нормально если что я еще ее подкорректирую но видите что она отошла что нам нужно сделать нам нужно выбрать нашу коляску нашего перса так перса отдельно подправим да тройка на нампаде единица на нампаде значит так это дело мы отводим так отводим и значит что это у нас получается что прописываем значит и так ага английская и прописываем и здесь значит делаем подводку вперед оп так здесь у нас лошадь тоже вперед подается нужно немножко подать ее вперед и и тут она уходит назад телега тоже назад двигается прописка да ну создается движуха оп назад и здесь она тоже напрягается чуть-чуть значит телега идет вперед и прописка так все нормально но у нас есть еще вот это у нее стукенция да так единица на нампаде а ну ка r это ни за что не отвечает значит что у нас еще так у нас получается хомут object mode и хомут нужно значит g теперь привязать к этой анимации да это значит к лошади ctrl p object keep transform ни шиша ни латыша так а ну ка как же так же подождите так ctrl z отдельной прописки у нее не было да значит r хомут на ней одет отдельно и пропишем хомут так теперь значит g поправляем хомут r отдельно прописываем хомут хотя он был к лошади привязан так и тут тоже прописываем на промежуточном кадре придется все это дело перепрописывать так так описывать и так и так это самое напишу что это еще и как Так, подаем ее чуть-чуть вперед. Так, подаем ее чуть-чуть вперед. Так, перекручиваем, значит, наш эту поводью. Так, теперь выбираем риг лошади. Выбираем, значит, одну косточку, выбираем вторую и, значит, все это дело припускаем. Кописка. Теперь это все немножко поднатягиваем, создаем движение какое-то. Так. 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 Что тут еще? Все. Вот это, да? Так. 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 Смотрим, что получилось. Ну, в принципе, что, не так все плохо. Угу. Так. 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 И что у нас еще тут не контакт? Да? Смерка на нампаде. А ну-ка. Вот так вот. 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 смотрим чтобы здесь ничего не навернулась а то вдруг по дурости нажал не то что-то и теперь open как это значит где этот вот этот файл открываем и будем сейчас его переписывать под анимацию так у него разговор длинный да нет парень впереди город дэдвуд ты ошибся поворотом на развилке так все понятно сначала мы ему делаем позу которая будет значит способствовать к разговору но чтобы это все сделать опять же смотрите что нужно сделать английская а alt g alt r прописываем и анимацию заходим в эдит мод тройка на нампаде выбираем кости и alt p clear parent это g подставляем на нижнюю челюсть и shift d подставляем на верхнюю выбираем эти две косточки через shift control пи и offset так заходим теперь в обжиг ноты нам нужно этого персонажа перевязать на кости control пи white automatic виджет почему я и говорил в прошлом ролике что размер менять персонажу нельзя лучше линкованный подгонять потому что если бы сейчас бы был изменен размер ну это штука у нас просто бы сейчас кости постались маленькие а персонаж стал большим и опять мы его должны были подгонять короче был бы геморрой полный поверьте полностью объяснить не могу как это да но если вы посмотрите предыдущие ролики мои то возможно этот вопрос отпадет так все вот он сидит так теперь он что делает и выпрямляется перекручивается голова поднимается так я думаю приветствие не надо делать да мол там здрасте там не принято было так и семерка на нампаде делаем tr он перекручивается так теперь рука у него уходит значит с коленом бог да или вот колено на ну-ка g а и закрываем упасть лица так у него очередь зубы есть так control z давайте привяжем зубы обжиг нот выбираем нижние зубы косточки заходим посмотрим control пи это будет бон заходим в обжиг нот выбираем верхние зубы вяжем к верхней этой штуки кости пост мод control пи бон так теперь выбираем только кости это уже в обжиг нот и заходим в пост мод так прописываем значит вот такая фигня тоже бывает почему потому что обжиг нот выбираем alt пи clear parent обязательно нужно отвязать вернуться на первый кадр джи подогнать нас вот эту зубы через и потом только выбрать значит кости пост мод контролл пи бон так смотрим что у нас опа заходим в зуб мод выбираем только кости заходим опять же пост мод и значит вот этому персонажу делаем так ну в принципе ничего тогда а и прописка так вот эти кадры ненужными удалим первые кадры тоже не нужны что он тут получается так все привязано теперь десятый кадр шивды на первый кадр чтобы уже ничего не менялось и теперь значит 25 кадр делаем ему разговор а ну-ка и открываем рот и прописка потом рот закрываем прописка опять же значит чуть-чуть теперь открываем не на полную теперь значит поменьше значит еще открываем и а теперь только вот и закрываем так тестим а ну-ка раз 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 так тут нам понадобится паузы какие-нибудь там допустим с fd это мы все тоже удаляем английская а дописываем на эти кадры значит что нам нужно дописать ну какое-то движение да да добавить допустим движение руки там пусть он ее на дужку как куда-то положит да вот видите сюда пусть он коня залинковать а то я не вижу где у него тут дужка так и это значит кисть у него просто висит а это кисть у него ну просто показано да а и прописка но здесь нормально он руку уложит теперь рука будет лежать а нам понадобится теперь только разговор так и разговор у нас только вот она косточка и вот эти вот кости cfd ну я думаю вот 85 допустим 90 паузу сделаем 100 смотрим что происходит вот он просто болтает видите что движение мало и пускай где-то в какой-то момент раз он на развилку будет показывать пусть покажет на развилку так семерка на нампаде и перекрутим выберем ключицу r и самое интересное что ему нужно показать пальцем да ну показывает мол там ты чуть-чуть того и проехал мимо до так эту челюсть тоже или удалить или поправить поправлю потом так и вот так он не показывает на как-то повыше наверно вот так и тут чуть ключицу побольше выберем делаем и чё-то он как-то сидит там как барын да ну чуть-чуть расслаблено суп хотя бы показывал да а и прописка так здесь у него где рука лежит вот выбираем эту руку на тридцать третьем shift d подтягиваем сюда поближе и вот с этого момента он палец тут вытягивает а ну-ка джи так и теперь значит этот кадр shift d назад он ставит d так а руку руку сделаем вот так выбираем все кости вот эти кроме вот этой управляшки и делаем аль джи альтер во расслабляет руку прописываем ее отдельно и и смотрите что получается ветер раз показывает туда и слишком тут как-то этом возможно быстро да так а да тут это слишком быстро вот этот кадр а ну-ка вот это это джи оттянем подальше так а вот этот палец где выпрямляется видите да давайте выберем вот эту руку и палец выпрямляется здесь значит вот эти кадры вот чисто руки shift d нужно подтянуть поближе и значит что сделать 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 ей движение так но он сидит то нормально но чуть-чуть пускай поёрзает да так 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 а здесь прежде чем он двигается нужно ему немножко вот эту обувь подкрутить так и вот эту ногу чуть-чуть двинуть д и тоже чуть перекрутить так видите что рука работает да вот он показывает где рука выпрямляется и нужно чтобы он вот это все дело значит и так как бы побольше как бы побольше перекрутился и рука чуть-чуть еще дотянулась а и прописка для чего это делается чтобы вот смотрите видите создается вот движение и как бы он тянется вперед уже поживее персонаж стал так еще что у него вот это кисть руки тоже должна как-то у него двигаться g так так ну и значит здесь добавим еще ключицы немножко а ну-ка так тут ключица работает работает тут чуть-чуть она расслабляется тоже ей движение можно создать так там она приподнимается так и рука у здесь а ну-ка семерка на нам поди g вот так пусть ляжет так а раз она так легла то тогда бы ей еще пальцы бы расслабить а ну-ка опа и вот это колено уберем а ну-ка а джи альтер и прописка тогда пару кадров делит так а эту руку тогда r перекрутим и нормально так выходит все вроде какое-то движение создалось ну мы не дисней делаем да все пойдет так вот он едет как здесь он будет быстро слишком подниматься значит английская а и давайте вот это все дело с побольше растянем пусть будет 160 кадров так есть такое дело и потом вот после первого диалога переделаем этого второй диалог только уберем у него допустим это им движение руки так вот видите тут он тоже раз а здесь у него немного так и здесь он должен а ну-ка так здесь таз у него вернулся раз так руку ложит и таз уходит ему опять назад ну ёрзать на этом на сидушке да так файл переключаем в обжиг мод и значит делаем что файл сейф ас так герой на дикий запад это для повозки а это для диалога не давать это будет сложно для разговора сохраняем файл теперь заходим куда заходим теперь у хорс ран тянет бричку бричку нам стоит на дороге вот это на дороге он стоит так и получается что этот персонаж нам теперь не понадобится мы его прописывали дан файл линку им теперь link находим где находится наш второй персонаж разговор коллекция коллекция так тройка на нампаде делаем с поправляем его джей ловим именно вот эту ногу где он ее ох надо еще зубы убрать забыл чуть-чуть побольше а по суп рука легла на наш вот эту дужку можно еще потом заняться подслифовать вот эту значит анимацию руки так ну прописываем так тройка на нампаде прописываю значит и лок рот и лок рот так вот эту на shift d подтянем сюда такая тут а дальше в д подтянем так не понял так а ну-ка еще и назад и прописка главное видите следите чтобы не было дополнительно прописано два кадра чтобы потом не было казуса никакого так вот этот кадр тогда джей поближе сюда где будет дергане реки еще дергане нет а он уже плывет так вот он уже произошел и Продолжение следует... 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 700 кадра до только чтобы он уже не показывал дорогу и дорогу ведь он а ну-ка смотрим насколько это все медленно будет он-ка нормально тянет руку не кидает и так вот единственно что колесам тоже нужно будет сделать анимацию это я уже потом покажу в следующих роликах так а вот так будет писать нашего персонажа разговор вот с это со спины этого персонажа а ну-ка смотрим брым 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 туда ли я еду то да он там ты это уже будет отсюда показываться вот восьмерка называется со спины этого персонажа будет разговор и со спины этого персонажа ну все уже есть так теперь это сохраняем файл с с герой запада цена 7 долгий разговор а ну-ка долгий разговор так теперь проверим как я не напортачил ли я с лошадью которая должна тянуть дам тянет бричку а ну-ка так здесь все нормально твой аж перепугался думаю неужели я перезаписал вот бывают такие заморочки так ну вот все подготовлено теперь шлифовка это уже будет значит следующих роликах все всем пока до свидания а